Всем привет, народ! Я Аля Фро, и сегодня мы наконец-таки поговорим про мой бомж косплей за 1500 рублей, на секундочку, который я сделала для Старкон Хэллоуин. А перед тем, как я начну вам это все рассказывать, я сделаю небольшой анонс. В общем, 24-25 ноября ловите меня в косплее Demon Hunter на AVA Expo Plus Game Planet в СКК в Санкт-Петербурге. Вы уже прекрасно знаете, что такое AVA Expo и Game Planet, там обязательно будут представлены ваши любимые игры, ваши любимые вселенные, вы обязательно встретите своих любимых косплееров, сможете поесть вкусного, поиграть в классное, пообщаться с крутыми людьми и, конечно же, меня обнять, если вы меня сможете поймать, потому что мои подписчики говорят, что это практически нереально. Хорошо прорекламировала собственную встречу, молодец. На самом деле, в этот раз я буду передвигаться медленно, потому что попробуйте передвигаться быстро вот в этом вот во всем, поэтому обязательно приходите на AVA Expo, буду вас там ждать. Главное запомните, 24-25 числа СКК, СПБ, AVA Expo и Game Planet. А теперь начинаем. Вы давно просили меня сделать видос о том, как же можно намутить косплей с минимумом, так сказать, вложений. Сегодня это видео как раз-таки об этом. На самом деле, на этот косплей я потратила около 1000-1500-500 рублей, но сразу скажу, это с поправкой на то, что у меня какое-то количество материалов основных, да, базовых уже было в наличии. Там какая-нибудь Ева, например, или пеноплекс, или паяльник с канифолью и с припоем, и термоклей. Если у вас этого нет, конечно же, вы потратите немножко больше, но все равно покажу вам сегодня, что если немножечко смекалочку-то привлечь, так сказать, в процесс, можно значительно удешевить производство вашего косплея. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной, смотрите дальше этот видос, да. Рассказывать буду на примере вот этого косплея, который я делала совсем недавно для Старкона Хэллоуин. И, конечно же, главной фичей этого косплея был вот такой корсета-бронелифчик, который я сделала, сейчас расскажу как. На самом деле, я сначала подумала, что это будет сложно, дорого, придется покупать ворблу, как-то там делать форму, что-то изобретать. Но, как я уже говорила, смекалочка наш лучший друг, поэтому, как вы знаете, для косплея на Авито можно найти все, что нужно, и все, что не нужно. И для следующего косплея, и для косплея своих внуков там тоже можно найти все, что угодно. Поэтому, чтобы сделать вот такой вот бронелифчик, бронекорсет-лифчик, достаточно всего лишь купить на Авито старый бэушный манекен. Да, вот именно тот манекен, который используют для демонстрации какой-либо одежды или нижнего белья, там, на каких-нибудь рынках. Самый обычный пластиковый дешевый манекен. Я свой купила за 200, не поверите, рублей. Насколько дороже было бы купить квадратный метр ворблы и пытаться это все сделать, так сказать, собственными ручками, по собственным размерам, пытаясь изобрести, откуда взять форму, потому что, ну, как бы, третий размер, откуда мне изобрести такую форму-то, а? Вот и я там. 200 рублей. 200 рублей все счастье. Я просто купила манекен, вырезала нужную мне часть. Кстати говоря, вырезать из манекена нужную часть достаточно просто. Он настолько тонкий, из настолько тонкого и мягкого пластика, что можно просто даже не запариваться ни с какими горячими ножами, просто фигачить обычными канцелярскими ножницами. И все прекрасно нарежется. После того, как я вырезала вот эту вот переднюю часть, нужно было наклеить на нее рельеф. Опять же, Ева, которую я вот клеила сюда, вот этот весь рельефчик, он у меня из Евы, да. И она у меня уже, конечно же, была. Если вы покупаете специально лист Евы под это все дело, то это, во-первых, зря, а во-вторых, дорого. Вы можете использовать обыкновенный фоамиран и клеить его, например, в несколько слоев, это будет гораздо дешевле. Но здесь настолько мало материала, что, в принципе, если у вас есть какие-то обрезки от старого косплея, именно так я и поступила, то они сюда отлично подойдут. И, по моим подсчетам, Евы здесь тоже, знаете ли, не так много, рублей на 50 максимум. Когда я сделала вот эти вот все дополнительные элементы, как приятно, боже. Когда я все это сделала, необходимо было все это дело покрасить. Покрасила я из обыкновенного баллончика обычной акриловой красочкой. И, конечно же, черная краска у меня тоже была в наличии. Баллон мне покупать не пришлось, но он и стоит недорого, в принципе, даже если вам придется его купить. Он стоит рублей 200. Но, опять-таки, естественно, целого баллона краски мне сюда не нужно было, поэтому красочки здесь тоже рублей на 50. Еще вот этой вот серебряшечкой я сверху сделала, так сказать, небольшие акценты. И ее тут тоже вообще на копейки. И, естественно, если вы делаете косплей, наверняка у вас есть какой-нибудь металлик по-любому. Поэтому его тоже покупать, скорее всего, не придется. Но в конце видео я расскажу вам, сколько я потратила на это дело и сколько вы потратите, если вам придется покупать вообще весь набор, так скажем. Когда все это дело высохло, необходимо было придумать, как все это крепить. На самом деле я так относилась к Старкон Хэллоуину, ну как сказать, ну не то чтобы спустя рукава, да, но это довольно простой фестиваль. Я решила особо не запариваться. Сначала я хотела делать какой-то там кожаный корсет, потом мне стало лень, как всегда. И я решила сделать просто сзади вот такую штуку. Так, это декор. Я решила сделать сзади просто крепление на обыкновенные стропы и на фастексы, на наши любимые. Просто надеваем корсет и с помощью фастексов вот это дело все вот так вот защелкивается. У меня их три штуки. И очень плотно держится, поэтому никуда не съедет, не переживайте. Фастексы со стропами тоже стоят рублей 150 от силы, потому что здесь, ну сколько здесь, наверное, метра полтора строп и где-то, ну не где-то, а три пары фастексов. Это все очень дешево, продается в обычных тканевых, тоже много денег у вас это не отгрызет от бюджета. Сразу скажу про платье. На платье я потратила 300 рублей, полтора метра самой обычной ткани, самым обычным тканевым, которое называется, которое даже название не имеет. Реально, эта ткань называется просто плательная. Просто кусок красной ткани. Я взяла кусок красной ткани, вырезала одну дырку в центре, знаете, как вот юбки солнца краят. Вот я вырезала в центре дырку и чуть подальше я вырезала дырку поменьше для руки. И я просто вот так вот надеваю это все. У меня крупная дырка вот так на одно плечо, так сказать, идет мелкую дырку. Я продеваю вот так, не знаю, понятно ли вам будет. Получается бретелька, здесь получается шлейф и вниз, собственно говоря, получается юбочка. Про штаны и обувь сразу сделаю небольшую ремарочку. У меня были кожаные леггинсы от старого косплея и обувь я тоже взяла от косплея Диабло. Но так как вы можете использовать любую обувь практически в этом образе, да, предположим, любые каблуки, любые сапоги, которые у вас есть. И, в принципе, леггинсы или штаны или что угодно под платье вы можете и не пододевать. Поэтому я не учитываю ни сапоги, ни штаны, ничего вот этого такого в наших сегодняшних расчетах. Потому что это все изи и, скорее всего, у вас это все найдется. И если вы захотите что-нибудь под юбку пододеть, то пододенете что-нибудь из того, что в шкафу найдете. Плавно переходим к главному лоту. Это нимб. Да, нимб, который меня чуть было не убил на Старконе и который я ненавижу всей своей черной душой. Черный такой же, как этот самый нимб. Нимб сейчас, конечно же, не работает, потому что я вернулась с фотосета, что-то психанула, швырнула его, знаете ли, через плечо. И как-то он приуныл, немножко подпорвался. Вот, поэтому я не смогу показать, что он светится. Но на прошлом видосе, где я рассказывала про Старкон Хэллоуин, вы, конечно же, видели. Он светится, точнее, светился. Опять же, этот нимб я сделала из двух кусков, нет, вру, из одного куска пеноплекса, который у меня остался с вообще каких-то бородатых времен, валялся у меня в кладовке с прошлого косплея. Если вы решите покупать пеноплекс специально для этого нимба, то вам это обойдется рублей в 300-400, смотря где вы живете, смотря в каком магазине вы покупаете и так далее. Если же вы берете обрезки, как это сделала я, опять-таки, вам это не обойдется ни во что. Ни во что. Подсвечивала я это дело светодиодной красной лентой, на которую у меня ушло примерно 300 где-то рублей. Здесь полтора метра по всей вот этой вот длине и некоторые шипы самые длинные, подсвеченные тоже лентой. Крепила я его вот на такие интересные крепления. Это основы для, ну как бы, для ободков, да, так скажем. Они, в принципе, ободки, не знаю, почему они называются основы для ободка. Они металлические. Я купила 4 штуки. Два у меня идут непосредственно на голову. И два я раздербанила, поломала, разрезала. Можно сказать, что я металл разрезала? Ну да, я разрезала. Разрезала ободки и сделала вот такие вот крепления. Не очень хорошая идея, скажу вам сразу. Я вас призываю не повторять это. Оно держится. Оно держится. И на этом креплении, в принципе, с ним бы можно даже как-то вот так вот, вот так вот делать. Но это все через боль, через страдания, через адские муки, скажем так, через агонию. Ну или если вы это будете повторять, то хотя бы обещайте, что не будете ненавидеть меня за это. Ну, соответственно, три вот эти направляющие я просто воткнула в нимбу с разных сторон. И вот здесь вот при помощи эпоксидки я непосредственно приклеила их к главному ободочку. По итогу у нас получается, что мне пришлось купить манекен, который стоил 200 рублей, ткань, которая стоила 300 рублей, светодиоды и вся вот эта вот проводная требуха, которая стоила тоже 300 рублей. Стропы и фастексы вышли примерно на 150 рублей. Еще вот основа для ободка, три штуки, 150 рублей. Четыре штуки, четыре штуки, 150 рублей. И все остальное, в принципе, у меня уже было. Поэтому смотрите, если мы покупаем все основные материалы, то у нас этот косплей выйдет на примерно 3300, где-то вот так. В зависимости от того, где вы что покупаете, какого качества вы это покупаете, в каком городе вы живете и так далее. И если у нас есть все основные материалы, если у нас есть паяльник с паялом, если у нас есть клей-пистолет с клеем, если у нас есть основные материалы типа Евы и Пеноплекс у нас какой-то остался, то на этот косплей вы реально потратите не больше там 1000-1300, потому что, ну, как бы тут докупить-то осталось манекен. Что там еще? Цветодиоды, тканьку и вот это вот все. Надеюсь, вам видос понравился, надеюсь, он вдохновил вас на что-то, и вы, может быть, даже выделите какой-то такой ненужный лишний косарь из своего бюджета и пойдете что-нибудь купите, что-нибудь сошьете, замутите классный образ и подумаете, эх, Алинка со своим каналом хорошим, вот молодец, девчонка. В общем, если вы так думаете, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, здесь будет дальше, дальше больше, как говорится, про косплей. Конечно, не забывайте подписываться на мой инстаграм, он будет где-нибудь здесь, или вот здесь, или где-нибудь внизу будет, но ссылочка на него обязательно будет внизу в инфобоксе под этим видео, поэтому просто тыкайте и, как бы, переходите, подписывайтесь, и хорошо вам будет, как бы, я там, это самое, свечу, знаете ли, тем, что есть, есть немного, тем и свечу. А потом я думаю, почему у меня нету спонсоров видео, потому что я рекламирую как Господь просто. В общем, инстаграм. Все, народ, спасибо за просмотр, надеюсь, вам видос понравился. Совсем скоро новые видео, совсем скоро мы с вами увидимся и на Аваэкспо, и вообще на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok